Средством усилия по капиталам можно распорядиться на следующие цели. На видеосвязи специалист пенсионного фонда. Это виртуальная клиентская служба. Терминал заменяет полноценный прием. После консультации специалист может вывести на печать необходимые документы. Строить полноценную клиентскую службу дорого, долго, сложно. Поставив терминал, можно всегда снимать многие вопросы пенсионного обеспечения, которые возникают у населения. Консультирование по видеосвязи проходит вот из этого контакт-центра специалисты пенсионного фонда, отвечают на телефонные звонки и принимают сообщения, которые поступают из социальных сетей и мессенджеров. Будущие и уже пенсионеры предпочитают не стоять в очередях. 86% татарстанцев подали заявление на назначение пенсии или смену ее доставки в электронном виде. С 1 января страховая пенсия неработающих пожилых вырастет почти на 4%. Средний размер всех пенсий 12 553 рубля. Темп роста составил 4,8%. Программе мат-капитала в этом году 10 лет. 90% семей направили его на улучшение жилищных условий. Проблемой остается незаконное обналичивание средств. Нерегулированный контроль за деятельностью коммерческих финансовых организаций, которые зачастую оформляют взаимы на приобретение легких жилых помещений. Премьер-министр республики поручил главам районов жестче контролировать этот вопрос. Так же, как и назначение пенсии. Ответственны за это в том числе и руководители ликвидированных организаций. Многие из них, как показывает практика, не отличаются дисциплиной. В итоге нередко при оформлении пенсии у граждан возникают проблемы с подтверждением стажа работы из-за неверно оформленных записей про трудовые книжки. С Нового года в стране вводится новый вид социальной пенсии. Ее будут получать дети, родители которых неизвестны. Это подкидыши или найденные малыши. С 1 января они будут получать по 10 тысяч рублей. Так же, как и те, кто получает пособие по потере кормильца. Анна Городнова, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Аминь. 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 Продолжение следует...